Еще один интересный хадис, как раз на неделе я там, порой разные темы прорабатываю, пишу иногда по несколько тем параллельно. И иногда интересные хадисы отмечаю для себя, потом к ним возвращаюсь. И вот, как раз этот хадис, не помню какую тему писал, его заметил, думаю, о, интересный хадис. Но как бы мы все это практикуем в подавляющем большинстве случаев, хотя бы один раз в день, я думаю, точно, но с одним из пяти намазов. Даже если мы торопимся, может не после каждого намаза, но хотя бы раз перед сном, когда пятый намаз совершаем вечером, уже вроде как никуда не торопимся, мы спокойно можем это практиковать. Но если знать этот хадис, как-то это еще более подстегнет. В этих нескольких минутках инвестирование в земное благополучие вечное. Буквально несколько минут, но дают очень много. Здесь сам хадис, он немножечко длинный. Это хадис моего Муслима. Смысл его в том, что к Пророку пришли однажды в Королю Мухаджри. Ну, люди, которые переселились и в Мекки, в Медину, то есть они лишились всего и не смогли финансово, на каком-то этапе, восстановить свои возможности. То есть люди оставили все и покинули дома, и так просто прямо взять с нуля и стать богатым достаточно сложно. То есть некоторые из них становились быстро, а некоторые либо оставались бедными, либо у них самые разные ситуации. Но именно здесь малые мужчины, то есть бедные из числа Мухаджрин. Они пришли к Пророку и сказали. Но с определенной жалобой, они сказали – и здесь интересно, хорошо, что я открыл комментарии к своду хадисов моего Муслима. Обычно я люблю имама Навави смотреть, он как раз интересный комментарий всегда прописывает. Есть многотомник, 20 томов. Это комментарий к своду хадисов моего Муслима, сделанный имамом Навави. Одним из величайших имамов шафиевского мазхаба. Он всеми признанный ученый. И он здесь интересно, в комментарии сразу пишет. Пророк Алигин С. Здесь в хадисе говорится, что пришли малые мужчины из числа Мухаджиров и опять же, это не из тех, кто жил в Медине, а Мухаджиры. Они все оставили и безусловно с нуля создать какой-то бизнес, какую-то торговлю, что-то начать зарабатывать сложно. У тебя ничего нет. Ты все оставил и переселился. И у них ничего пока еще финансово не получилось. Вот они пришли жаловаться Пророку в том смысле, что И говорят в комментариях как раз говорится, это люди очень богатые. Вот здесь так, в сегодняшнем понимании вот здесь Аль-Малю Аль-Китсир. То есть те, у кого очень много материального достатка. И они что интересно сказали. Они говорят, люди богатые из числа кого? Те же мусульман, но Аль-Дусур – это очень богатые люди. Они ушли с высокими уровнями и постоянной благодатью. То есть им земной обители, у них все великолепные вечности, у них высшие уровни. Почему? Они умеют заниматься благотворительностью. И здесь интересно, что имам Навави в комментариях говорит. Этот хадис взяли в качестве аргумента те, кто говорил, что богатый, шакир – благодарный. То есть тот человек богатый, который умеет правильно использовать свой материальный достаток. То есть инвестирует в земное, в вечное, помогает делать какие-то благодеяния, богатый, верующий, умеющий правильно использовать свой материальный достаток. У него преимущество перед бедным и терпеливым. Потом он говорит – одного Всевышнего ведома, кто лучше – бедный и терпеливый, или богатый и щедрый. Но со времен Саляф и Халяф, со времен сподвижников пророка и далее было два мнения. Одни делали акцент на то, что да, хорошо быть богатым, но все-таки бедные и это самое распространенное до сих пор. Мы в этом как раз и проигрываем. То есть уподавляясь у большинства мусульман в мире сегодня спроси, нету того, чтобы половина считала так, половина считала так. Во времена сподвижников и последующие века, когда мусульмане читали аяты и хадисы, среди них были те, которые говорили – нужно быть богатым, правильно использовать свой материальный достаток. И ты получаешь – в хадисе сказано – очень высокий уровень. И земной обители вечны. И у этих людей преимущество. Но были и те, кто говорили с учетом других аятов и хадисов, что преимущество у бедного и терпеливого, который не жалуется, он трудится, но он не жалуется, терпит. У него свое преимущество. Довольствуется тем, что у него есть все, он терпеливо относится – все. У него свое преимущество – он выше. Но этот взгляд и тот и другой – они в равной степени всегда присутствовали. Кроме последних веков. Не знаю кто мусульманам, сами они себе это внушили или им внушил кто-то, что хорошо быть каким мусульманином. Это у нас с вами в мечети только богатым. А где угодно в мире спросите, у кого угодно, любой национальности. Даже когда я сейчас в Дагестане был – бедный. Если мусульманин бедный – это молодец, это хорошо. И даже интересно, хорошо было сказано, человек очень хорошо отметил. Например, в некоторых республиках Кавказа, богатым людям сложно быть среди мусульман, потому что все к ним приходят что? Просить и относятся, как будто они какие-то грехи делают. Если у него много денег, значит он – это наша уже советская ментальность – ворует, обманывает – он должен. Мне, тому, другому, нам, бедным – он должен. И поэтому подавляющее большинство не стремятся быть. Тем более, что сложно. Много, что пугает. А еще и мамы говорят – вам в аду горите и так далее, побольше денег отдавайте. Но правильным, конечно, является, что есть те, кто считает, что преимущество у богатого и правильно распоряжающего свое имущество. Если бы половина мусульман в мире, ну хотя бы 10% мусульман в мире так думали бы, а другие 90% говорят – ну нет, бедный, терпеливый, у него свое преимущество, он лучше. Если хотя бы 10% мусульман думали в мире, что мусульманин должен быть богатым и должен правильно распоряжаться своим материальным достатком, и у него на это все возможности есть. Тем более, сегодня, когда материального блага учим ему. Если бы хотя бы 10% было бы, кардинальная ситуация поменялась. Кардинально. Но вот этот подход, что мусульманин должен быть бедным, который уже въелся в мозги подавляющее большинство мусульманин и не мусульманин, этот подход тормозит раскрытие уровней божественной милости по отношению к мусульманам. Они сами себе тормозят, сами хотят быть бедными и просящими. Я говорю уже, с человеком несколько лет назад было. Он говорит, больше 10 лет тебя знаю, человек очень высокого достатка материала. Ты никогда ни о чем не просил. Вот все ко мне приходят, все о чем-то просят. Но у человека там очень много всего. Вот все приходят, все просят. Ты никогда не просил. Почему не просил, скажите. Дающий всегда лучше. И всегда очень важно. Если ты человек верующий, по крайней мере, как я смотрю на текст Корана и на хадисы, просящий открывает для себя что в хадисе сказано? Дверь нищеты. Это четко достоверно в хадисе сказано. Это опасно. Я хочу быть богатым и очень богатым, и все. Ты как говорят там – вот там это, то другое. Сначала, когда мы запустили платные семинары, вообще такого не было. Нонсенс. В мире не было. А сегодня посмотрите, тут платные семинары, там платные семинары. Мусульманские. Когда мы запускали, никого не было. И все – вот там, на деньги и так далее, что еще. Или мне в прошлый раз – Шамиль, ты объяснил. Люди спрашивают, почему платные семинары, а как, а что? Да какая разница? И я спрашиваю о том, сколько вы зарабатываете, на что вы тратите. Нет? Это лично мое дело. Сколько я зарабатываю, на что я трачу. Иногда только на семинарах, не в мечети, иногда в мечети по мелочам. Но в семинарах я оговариваю, какие суммы я выделяю на благотворительность. И сомневаюсь, что официальный какой-то имам в мире еще есть, который такие суммы выделяет из собственных средств на благотворительность. Очень сомневаюсь, потому что, к сожалению, люди внушили, что нужно быть бедным. А я говорю – нет, нужно быть богатым и очень богатым. Но мне не важен чужой карман и чужой кошелек. Мне не важно. Мне важно, я сколько зарабатываю и сколько трачу, в том числе, на добрые, благие дела. И здесь сподвижники пришли и говорят – вот мы бедные, а вот люди, имеющие высокий достаток, они столько хорошего делают, и мы-то получается ущемлены, мы не можем такой же уровень взять, потому что не так просто иметь материальный достаток и высокий материальный достаток. Они говорят – вот мы не можем, и получается что, как нам быть. И далее они говорят – вот эти люди, материальный достаток у них есть, они постятся, так как же мы постимся. Здесь они молятся так же, как и мы молимся, но они тратят из материального своего достатка на благие дела, а мы-то не можем, они говорят – бедные сподвижники. Они выкупают людей невольных и освобождают, а это очень дорого по тем временам было. А мы не можем, очень дорого и очень вознаграждаемо пред Богом было. То есть, Ислам – это первая культура в мире, которая сказала, что человек должен быть свободным. И постепенно, постепенно это все менялось. В том числе освободить невольного человека еще 14 веков назад. Освободить невольное – одно из самых высших благодеяний. И в том числе в хадисе сказано – сделать свободного рабом – один из самых больших грехов. И вот здесь бедные из числа сподвижников говорят – получается мы никак не можем их догнать. У них высокий очень уровень, у них постоянное такое блаженство в земной обители в вечности, а мы не можем. Пророк сказал – им что ответил заключительный Божий Посланник. Не научит ли вас одной вещь, с помощью нее вы достигнете тех, кто был ранее, по степени набожности, благодеяния. Тех, кто был ранее, достиг высоких уровней, вы их достигнете. И вы обгоните тех, которые придут после вас. Тех, кто был ранее, они достигли высоких уровней набожности, вы их догоните. Если будете вот эту одну вещь практиковать, которую я сейчас скажу – те, кто после вас придут, вы делая это одно, их обгоните. И никто не сможет стать лучше вас, кроме как в случае, если будет тоже это делать. Это хадис достоверный. Есть много хадисов недостоверных – вот так сделай, такое вознаграждение. Вот такие сады в раю. Много недостоверных. Но есть очень конкретные, очень четкие, достоверные хадисы. Вот это как раз один из них. Что человек за очень малое… Да, не у всякого человека бывает материальный достаток. Бывает периодами материальный достаток. В какой-то период у тебя большой материальный достаток, делаешь много хорошего. В какой-то период у тебя меньше материальный достаток. Но вот это и ты не ущемлен в своих благодеяниях, если вот эту вещь практикуешь. Я вам как раз сказал – лучше вас никто не сможет стать, кроме как, если это в случае, он тоже будет это делать. То есть пророк сказал – вас научить этому, они сказали – конечно. И помните, знаете, какие три вещи он сказал. Что нужно делать – раз, два, три. Он сказал – после каждого намаза 33 раза скажите Субхан Аллах, 33 раза Аллаху Айкадулах, 33 раза Аллаху Айкадулаху. И вы это получите. То есть, по сути дела, я даже если тороплюсь или еще что-то, бывают разные ситуации. Конечно, минимум, которое я делаю – это читать Аят Аль Курси. В хадисах сказано, что это вообще высокий. Я лет 20 назад такой хадис прочитал. Даже сегодня как раз. Я вчера перечитывал Бахара, там тоже как раз в комментариях в моем переводе смыслов. Там есть прямо несколько хадисов стоят. 255 аят, если посмотрите, там прямо несколько хадисов стоят и поясняют. То есть читать Аят Аль Курси после намаза очень важно. Но если у вас еще есть 2-3 минуты, тогда что? По 33 раза – это даст очень много. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...